Первая ложь, которую вам внушает общество, чтобы саботировать ваш успех, заключается в том, что вы просто идеальны, оставайтесь таким, какой вы есть. Уверен, что многие из нас говорили это своим близким, чтобы их утешить. Однако, между нами говоря, по правде нужно как раз-таки собрать волю в кулак и меняться. Лично я стараюсь каждый месяц оценивать разные сферы в своей жизни, исходя из собственных ожиданий. Как я оцениваю себя, я ставлю оценку семи сферам своей жизни. Прежде всего, поговорим о финансах. В сфере финансов и с бизнеса я ставлю себе 6 из 10. В области личных финансов я ставлю себе 6 из 10. Далее, сфокусированность у меня, она состоит из трех аспектов. Во-первых, эмоциональная составляющая. Здесь я собираюсь поставить себе 8 из 10. Я делаю определенные действия, которые окажут положительное влияние на целый год. Что касается физического состояния, то я поставлю себе только 5 из 10. Я делаю шаги в правильном направлении, но не чувствую, что приблизился к тому, что хочу. Духовное состояние. Поставлю себе 7. Думаю, что я мог бы получше преуспеть в этой сфере, и я определенно хочу добиться большего в 2023 году. Следующая область – это ясность. Тут я поставлю себе 7 и 5 из 10. А все благодаря тому, что я предпринял определенные шаги в этой сфере за последние два месяца, чтобы понять, к какой цели двигаться. Далее, вовлеченность. Поставлю 8 и 5 из 10. Во многом это связано с тем, что от природы я очень вовлеченный человек. Мне нравится проводить время и оставаться на связи с друзьями, с моей семьей. Я чувствую, что многого добился в этой области и в своей жизни. Я этому очень рад. Далее идет вклад. Делаю ли я что-то хорошее для этого мира? Сейчас я ставлю себе 8 из 10. Я считаю, что наша благотворительная организация Feed Ukraine делает доброе дело. И моя цель – поднять этот показатель до 9 в этом году. А что касается мотивации, ставлю себе 7 и 5. Меня очень вдохновляет Mission Fragrances. А что касается всех проектов, которые я запланировал в этом году, то я думаю, что скоро добьюсь в этой сфере восьмерки, так как нашел время для того, что меня по-настоящему мотивирует. Что ж, как видите, я далек от совершенства, и я думаю, что если бы мы все признались сами себе, мы бы поняли, что нам еще многого хочется добиться в жизни. И многие вещи в нашей жизни далеки от совершенства. И следующая ложь – это то, что обнаженное тело полного мужчины – это сексуально. Это чушь собачья. И даже если для кого-то это сексуально, вы-то сами довольны своим телом. Я не говорю, что у вас должен быть непременно пресс с шестью кубиками, 9 кило в области талии, но вот уже 25 кило, и тут уже начинаются проблемы со здоровьем. Как большинство из вас, ребята знают, чтобы вернуться в форму, нужны две вещи. И главное здесь даже не фитнес-центр. От правильного питания никуда не деться. Чтобы похудеть или нарастить мышцы, необходимо кардинально изменить свое питание, ведь ты – это то, что ты ешь. Следующая ложь, в которую вам необходимо перестать верить, заключается в том, что деньги не важны, или еще лучше, что деньги – это корень всех зол. Дело в том, господа, что тот, кто говорит, что счастье не в деньгах, никогда не имел больших денег. Я могу вас заверить, что наличие денег делает жизнь намного проще. То есть проблемы при этом никуда не денутся, но когда я смотрю на свои проблемы, по большей части я могу их разделить на две части. Есть проблемы, которые можно решить с помощью денег, а есть проблемы личного характера. Если у вас есть деньги, то все довольно просто. Вы можете решить все проблемы из первой части. Что касается личных проблем, да, когда вы имеете дело с другими людьми, будут трудности независимо от денег. Хорошо, если вам удается работать над развитием этих навыков, чтобы эти сложности преодолеть. Следующая ложь заключается в том, что если много работать, то впоследствии вы будете вознаграждены за свой труд. Позвольте внести ясность, я считаю, что усердная работа является важной составляющей успеха, но это еще не все. Нет, помимо неустанного труда, если вы работаете на другого человека, вам нужно еще и развивать навыки, которые сделают вас, так сказать, стержнем всей конструкции. Стержень – это главная деталь. Если его удалить, вся конструкция развалится и не будет работать. Если вы главная деталь вашей компании, если вы необходимы, то как думаете, что произойдет? Вас никогда не уволят. Если вы работаете в продажах, если вы знаете все ходы и выходы, то даже если в вашей компании вдруг захотят от вас избавиться, вам просто нужно усовершенствовать ваши навыки, и тогда все будет в порядке. При этом я понимаю, что не всегда все можно спрогнозировать. Иногда компании избавляются от очень важных сотрудников себе во вред. Поэтому я всегда говорю, что человеку нужно искать работу там, где вас по-настоящему ценят. Не бойтесь менять место работы или даже страну пребывания. Если вы не можете найти место работы, где бы к вам относились так, как хотите, возможно, вам следует начать вести собственный бизнес. Когда я изучал статистику людей, которым удалось сколотить состояние, я понял, что подавляющее большинство из них владели каким-то бизнесом. А что касается лично меня, то я решил рискнуть и попытаться основать свой бизнес, чтобы получать достойное вознаграждение, и чтобы ко мне люди относились так, как я того заслуживаю. Кроме того, во всем этом уравнении важной частью является понимание, как вести личные финансы. Я рекомендую вам прочитать как можно больше книг по финансам, и прослушать как можно больше подкастов по этой теме, чтобы вам казалось, что вы уже узнали все, что только можно. Я знаю, что многие из вас, ребята, жалуются. Антонио, я смотрю твои видео, и ты говоришь одно и то же о стиле. Постоянно повторяешь одни и те же вещи. Если вы что-то не раз уже читали, смотрели и знаете это, то встает вопрос в реализации этих знаний. Следующий пункт. У кого-то он вызовет бурную реакцию, но я не считаю, что вы обязаны расслабляться в выходные с выпивкой у телевизора, особенно если вы хотите построить карьеру. Мы живем в свободной стране, по крайней мере США такой являются, и вы можете делать все, что хотите, но если именно так вы заполняете свое свободное время, тогда, по моему мнению, вам будет трудно преуспеть. Для меня одним из лучших решений, которые я сделал лет в 25, было решение избавиться от телевизора и тратить выходные на саморазвитие. Вначале я просто читал книги, а потом начал брать доп. работу в тех сферах, которые мне казались интересными. На одной конкретной работе, за которую мне платили 25... На одной конкретной работе, за которую мне платили 10 баксов в час, мне нужно было войти в бэкэнд веб-сайтов и настроить HTML-код. Я ничего не понимал в веб-сайтах. Один парень натренировал меня, и я тратил от 8 до 10 часов в день, пытаясь исправить код на том древнем веб-сайте. Те навыки и Dreamweaver помогли мне лучше понимать структуру веб-сайтов и не бояться их. В итоге я запустил свой первый сайт в 2007 году. Я хочу сказать, что у всех у нас есть 144 часа в неделю, и вам приходится работать по 60 часов, чтобы свести концы с концами. Остается 84 часа, из которых 70 часов вы тратите на сон. Остается 14 часов, и что вы делаете с этим драгоценным временем? Развиваете ли вы навыки, которые позволят вам стать более востребованными на рынке, чтобы вы могли брать больше за свои услуги? Или вы просто тратите время на просиживание перед экраном ТВ, ничего не делая? Вы хотите, чтобы вашим уделом стало такое развлечение для масс? Следующая ложь, которую общество пытается навязать, что вам необходимо иметь высшее образование, чтобы добиться успеха. Если вы согласны с этим, ребята, поставьте этому видео лайк. Серьезно, чтобы добиться успеха, высшее образование не обязательно. Есть так много полезных профессий, связанных с физическим трудом. Понятно, что если вы хотите быть инженерами или юристами или врачом, вам нужен диплом об образовании. Но есть так много других профессий, где диплом не нужен. Следующая ложь, которую общество пытается навязать, просто будь хорошим парнем, и все как-нибудь получится. Вообще, идея того, чтобы быть хорошим, звучит великолепно, но когда мы говорим «хороший парень», вы должны понимать, что под этим подразумевается в наши дни в обществе. Видите ли, хорошим парнем называют того, кто использует мягкость и уступчивость, другим в качестве разменной монеты. По сути, хорошие парни такие хорошие, потому что часто они чего-то хотят от женщины, они думают «я буду с ней таким хорошим, чтобы добиться секса». Господа, если говорить о сексуальных взаимоотношениях, поведение милого парня ничего не дает. Вы можете быть хорошим человеком, добрым человеком, с позиции сильного человека. Я бы порекомендовал вам, вместо того, чтобы пытаться выглядеть хорошим парнем, будьте уважаемым человеком. Станьте человеком, обладающим ценным набором навыков, человеком, который может привнести в этот мир что-то хорошее, может привнести в общество что-то важное, изменить жизнь других людей. Уважаемый мужчина делает жизнь других лучше, а не полагается на благотворительность. Может, вы сможете применить набор навыков, которые вы долгое время оттачивали. Может быть, вы можете применить финансовые ресурсы или комбинацию всего, что я сказал. Вам на самом деле нужно быть тем, с кем другие хотят находиться рядом. Когда вы действуете с позиции сильного человека, тогда вы можете проявлять доброту, вы можете заниматься благотворительностью. И другим это покажется привлекательным, с вами захотят иметь дело. Быть милым только для того, чтобы что-то получить, нет, это манипулирование. Следующая ложь, которую вам пытаются внушить, что жизнь наладится после школы, после колледжа или университета. После того, как вы устроитесь на работу, на которую вам будут платить по 100 тысяч долларов, после того, как вы заведете семью, все это может быть прекрасно, но нет никаких гарантий, что жизнь при этом станет лучше. И если вы ждете, что с вами случится при этом что-то хорошее, то вы будете ждать очень долго. Основополагающей книгой на эту тему является книга «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла. Он был психиатром, которого отправили в нацистский концлагерь. Вкратце он говорит нам о том, что наша реакция на жизнь позволяет нам найти в ней смысл. Если вы просто ждете, когда к вам придет часть из-за каких-то ваших завершенных дел, достижений, из-за того, в какой точке вы находитесь в своей жизни, по причине того, что у вас появилась семья, то, ребята, вы глубоко заблуждаетесь. Вы должны сами построить свое счастье. Вы должны построить отношения, которые принесут вам счастье. Следующий пункт – нет идеального человека, подходящего именно вам в этом мире. Я верю в любовь с первого взгляда. Так начались наши отношения с моей женой. Мы познакомились, и я сказал ей, я написал письмо в течение 24 часов, в котором говорилось, что я собираюсь на ней жениться. Пытался ли я переспать с ней, не знаю, что сказать вам, но это сработало. Сейчас я считаю, особенно после появления детей, что на самом деле в мире много прекрасных людей, с которыми можно построить отношения. И я думаю, что если вы освободитесь от этого предубеждения, что вам нужно найти какого-то особого человека, предназначенного именно для вас, вы поймете, что на свете десятки, если не сотни тысяч людей, с которыми у вас могут быть прекрасные отношения, и тогда ваши шансы вдруг значительно вырастут. И тогда вам будет гораздо проще наладить отношения с другим человеком, с вашим партнером. И это, вероятно, еще одна ложь, которую нам пытаются внушить, то, что семья нужна всем. У меня есть друзья, которые счастливы в свои 50, 60, 70, и они одиноки. Кто-то решает не заводить детей. Ребята, эту схему нам навязывает общество, чтобы мы все вели себя одинаково, но так не должно быть. На самом деле вам нужно просто разобраться в себе, покопаться в себе и понять, что же сделает вас счастливым. И, конечно, если вы не согласны со мной, я хочу, чтобы вы написали об этом в комментариях. Итак, какое же видео вам порекомендовать посмотреть? Давайте поговорим о кризисе психического здоровья мужчин. Серьезно, все всегда замалчивают эти темы, но это важная тема для обсуждения. Многие парни имеют проблемы с ментальным здоровьем. Посмотрите это видео, господа, не пожалеете. Субтитры сделал DimaTorzok